Апокалипсис сегодня. 11 человек, в том числе пятеро детей, пострадали от сильного ветра в Москве и регионах Центральной России. Чего ждать дальше от этой стихии и куда движется штормовая погода? И снова кадровые перестановки в регионах. На этот раз Алтайский край и Амурская область. Кому еще было сегодня поручено исполнять обязанности губернатора? Минтранс России дал поручение Росавиации организовать работу штаба оперативного с целью недопущения сбоя перевозки пассажиров. Саратовские авиалинии прекращают полеты. Сегодня уже объявлено об отмене всех рейсов. В аэропортах за ситуацией наблюдают наши корреспонденты. Спасибо, что живой. Журналист Аркадий Бабченко не убит вовсе. А что же это было? В медиа считают, что это была провокация и цирк. Но о том, как без расследования по умолчанию, конечно, обвинили Россию, та же СБУ. Цены на бензин. Что с ними делать? Есть ли разумное объяснение роста стоимости топлива в регионах? Вопросы, может, заинтересовались сенаторы. Будут разбираться. Итак, прямо сейчас новость последнего часа. Бабченко оказался жив живеханек. Информация о его убийстве была частью некой спецоперации, чтобы предотвратить покушение на него. Об этом в присутствии, в кавычках, убиенного, заявил глава СБУ на пресс-конференции. Ну что ж, один момент. Та же СБУ успела обвинить в совершении убийства Россию. Это, наверное, тоже была часть спецоперации. Ну и слово самому убиенным. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рели носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация. По результатам, которые взят, сегодня человек взят, он уже находится под стражей. Ну, я не знаю, я тут задержан, я не знаю, тут сейчас деталей говорить не буду, конечно. Я сам не в курсе, да. Преступление, значит, завершено и доказано. То есть все улики налицо. Ну, то, что Бабченко жив, лучшая новость, всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось, написала на своей странице в Фейсбуке официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно, добавила она. Ну, и в ближайшее время мы ждем последние данные от нашего собственного корреспондента радиостанции «Вести-ФМ» в Киеве Владимира Синельникова. У него узнаем подробности, которые известны к этой минуте. Будем ждать его материал. Ну, а пока к другим темам. Сегодня в полку губернаторов прибыло сразу два новых назначения. Это Амурская область и Алтайский край. Повышение по службе получил еще один участник конкурса лидеры России Василий Орлов. Он стал временно исполняющим обязанности главы Амурской области. На посту он сменил Александра Козлова. Тот досрочно ушел в отставку в связи с назначением на пост министра по развитию Дальнего Востока. Ну, и немного сейчас расскажем про новых глав региона. Орлова, 37. Он родом из Благовещенска. С 2008-го был вице-мэром города. С 2012-го замминистра, а затем и министра экономического развития Амурской области. В 2014-м был включен в президентский кадровый резерв. Второе назначение Виктор Томенко. Он стал временно исполняющим обязанности главы Алтайского края. До этого Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора Александра Карлина. Томенко 47 лет. До сегодняшнего дня он был заместителем губернатора Красноярского края. Курировал направление экономики и финансов. В 2000-х руководил заполярным филиалом Норильского никеля. В этом году участвовал в тренинге для президентского кадрового резерва, организованном Ранхикс при поддержке Кремля. Во время президентской предвыборной кампании президент говорил о том, что будет курс на обновления, что будут запускаться социальные листы. Больше молодых людей смогут получить какие-то возможности для продвижения, а не только, кстати, в госслужбе. Я надеюсь, что этот курс долгосрочный, такой государственный, и нас ждет еще впереди много интересных назначений, интересных изменений. Ну, последние назначения, как отмечают эксперты, лишний раз демонстрируют успешность программ по подготовке молодых управленцев. Среди них как раз конкурс «Лидеры России». Мы уже отметили, что Василий Орлов был его участником, и он далеко не первый лидер, который получил новую должность. После конкурса уже трудоустроились 60 человек. Кто-то оказался в органах исполнительной власти или в госкорпорациях. Другие в аппарате Владимира Путина. Также стоит упомянуть программу развития президентского кадрового резерва. Ее запустили в прошлом году на базе «Ранхикс». И вот 13 человек с первого потока здорово продвинулись по карьерной лестнице. А сейчас давайте вернемся к новости последних минут. Российский журналист Аркадий Бабченко оказывается жив. Это была инсценировка СБУ. Уже по этому поводу высказались и в МИДе России, назвав это позитивной новостью. Зачем необходимо было инсценировать это убийство? Об этом глава СБУ сказал, что это нужно было для того, чтобы предотвратить убийство настоящее. Ну, подробности вот этой странной истории узнаем у собственного корреспондента радиостанции «Вести ФМ» в Киеве Владимира Синельникова. Якобы убийство Бабченко оказалось провокацией от Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины. Судя по бессмысленной активности полиции города Киева, полиция была не в курсе этой якобы спецоперации и пыталась раскрыть несуществующее убийство. Оказалось, что сам Аркадий Бабченко живой и здоровый. Он пристал сегодня на брифинге рядом с Василием Грицаком и Юрием Луценко, Главой службы безопасности и Генеральным прокурором Украины. И выглядел человеком, который абсолютно не пострадал. Впрочем, псевдопокушение не могло и завершиться настоящей смертью. То, что говорили Грицак и Луценко, они пытались доказать, что на самом деле за всем этим стоит Россия. Но никаких конкретных доказательств не представили генеральный прокурор. Генеральный прокурор Украины пытался доказать, что эта спецоперация является доказательством эффективности деятельности украинских спецслужб. Он обрушился с критикой на тех, кто говорит о их беспомощности, о неспособности раскрыть какие-либо преступления. И, по его словам, дело Бабченко наглядное доказательство того, что все-таки украинские спецслужбы умеют действовать. Итак, суть того, что произошло. Украинские спецслужбы сами организовали этот покой псевдопокушение и сами же его раскрыли. Действительно, пример великолепной и эффективной работы украинских спецслужб. Нетрудно раскрыть преступление, когда сам же назначаешь преступника. Назвать какие-либо конкретные имена и обстоятельства генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался, сославшись на пресловутую тайну следствия. В данном случае Луценко противоречит сам себе. Если есть необходимость сохранять тайну ради проведения оперативных действий, то зачем проводить брифинг? На этот вопрос Луценко не ответил. И никто из присутствующих на брифинге украинских журналистов такой вопрос ему не задал. Хотя такой вопрос явно напрашивался. Почему столь быстро лопнул мыльный пузырь этой аферы? Очевидно, они сами не рассчитывали на такой резонанс, который произойдет убийство малоизвестного в стране Аркадия Бабченко, что это выйдет на международный уровень. И при этом они абсолютно очевидно не рассчитывали на столь скептичную реакцию общества. Если проанализировать реакцию соцсетей на Украине, то совершенно очевидно, что большинство граждан Украины, ну а с абсолютной иронией и сарказмом отнеслись к тому, что это якобы российские спецслужбы расправились с Бабченко. Стало очевидным, что пропагандистский эффект абсолютно минимален, если, чтобы не сказать, отрицательный. И поэтому понадобилось срочно раскрыть карты для того, чтобы окончательно не потерять лицо. Факты это то, что обосновывает любое уголовное действие. Ну и сейчас обсудим эту тему с экспертом. Попробуем понять, что же это было за инсценировка такая, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, в котором заранее решили Россию обвинить. Мария Захаровна, например, заявила, что то, что Бабченко жив, это лучшая новость. Всегда бы так жаль, что в других случаях маскарад не получился. Жив, да, действительно. Ну, тем не менее, в деталях вот этой инсценировки сейчас попробуем разобраться. На связи с нами первый зампредсовет Федерации по международным делам, Владимир Джабаров. Владимир Михайлович, приветствуем вас. Здравствуйте. И что это было? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, знаете, я думаю, что доктор Глебельс и его молодчики, в общем-то, позавидовали бы так, как наши украинские партнеры, в кавычках, организовали вот эту провокацию. Сегодня мы все с сожалением вспоминали о погибшем, ну, теперь выясняется, что не погибшем, о журналисте, российском гражданине. Вспомнили, что не уши детей. Шла даже речь о том, что можно оказать помощь семье погибшего. Вдруг выясняется, что российский гражданин участвовал в грязной провокации против своей собственной Родины. Но, честно говоря, говорить больше не о чем, потому что настолько грубо и бездарно все это было проведено, что, мне кажется, даже сами украинские политики, причем верхнего ряда, не знают, как все это теперь оценивать. Я думаю, о другом здесь. Обратите внимание, убили Бабченко, на следующий день он чудесным образом воскрес, значит, отравили скрипалей, говорили, что от новичка выжить невозможно, слава богу, эти люди остались живы. Ну, поэтому, такое складывается впечатление, что, может, и к скрипалям СБУ Украины имело какое-то отношение, понимаете, почерк примерно похожий. Да, грубо и бездарно, наверное, тут ключевые такие слова, если говорить о том, как именно это все было сделано. Не, ну, самое интересное, что еще, когда он числился в рядах убиенных, от того же самого СБУ прозвучало, ну, даже там, когда еще расследование толком и не началось, вот это мнимое, что во всем виновата Россия. То есть, изначально это... Это да, и еще этот момент. Там Амельян, по-моему, министр такой из правительства, который заявил, что Россию Кремль надо сжечь, вот после такого. Вот, мне кажется, есть повод и основание для возбуждения против него уголовного дела. Да, Россию Кремль сжечь, мост взорвать. Где-то мы это уже слышали. То есть, такие заявления сейчас звучат из Киева, что очень, конечно, вызывает много доверия к этим людям, которые там все это возглавляют. Ну, и тут, конечно, можно поговорить еще о том, насколько сейчас это, ну, вообще корректно, если можно так сказать, выглядит в глазах международного сообщества, да, когда... Вы знаете, я думаю, что настолько низкопробная провокация, что за нее даже цепляться особо никто не будет, потому что все видят, что все шито белыми нитками. Ну, бездарно проведено. СБУ, к сожалению, не показалось этой классности службы, даже не смогли одну операцию сделать. Опозорились по полной программе, я считаю. Ну да, здесь, наверное, сейчас... Я не знаю там подробности с той пресс-конференции, но наверняка там звучали обвинения в адрес России, что там же говорили о том, что задержан тот человек, который готовил это покушение, что он наверняка какой-нибудь кадровый офицер, естественно, да? Ну, вы понимаете, это же сумма, там все будут задержаны, бумаги будут сфабрикованы в СБУ, какие-то документы, это все будет сделано. Ну, никто этому не поверит. Мне кажется, сами украинцы не поверят. Это ни во что. Да, ну вот, конечно, здесь стоит, естественно, сейчас поговорить. Ну, не будем, на самом деле, усугублять сейчас ситуацию тем, что успел товарищ Бабченко до этого назаявлять, потому что все об этом прекрасно знают, что это за человек, и... Да, я считаю, он всегда, конечно, покрыл позором своими, что против своей Родины выступал в такой провокации. Но прощения такому не бывает. И пусть живет своей жизнью, как хочет. Главное, чтобы не мешал нам в жизни развивать. Ну, да, своей украинской жизни. Да, ну, здесь еще сегодня была, конечно, такая новость, гораздо более тревожная, которая говорила о том, что самолеты ВВС Украины были подняты в небо Донбасса. Что здесь там? Да, ну, как вы это можете прокомментировать? Да, это тревожное. Ну, я думаю, что это плохая новость, конечно. В таком плане, что Украина явно готовится к войсковой операции. Ну, я, честно говоря, думаю, что их надо предостеречь от каких-то военных действий, потому что... Да, я вас на секунду прерву. Сейчас вот как раз появилась картинка, как ведут задержанного уже, то есть того самого человека, которого подозревают в организации покушения, несостоявшегося на Бабченко. Вот эти кадры в замедленной съемке. Ну, и, собственно, на той пресс-конференции аргументы-то были какие, да, что инсценировали только потому, что хотели таким образом предотвратить реальное убийство. Да, Владимир Михайлович, мы благодарим вас. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Спасибо вам. Я напомню, на связь со студией был Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Да, будем следить за информацией, которая будет появляться из Украины. Еще о важных новостях этого дня. Болгария готова принять новые прямые газопроводы из России. Об этом заявил премьер этой страны Бойко Борисов по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Ну, а российский лидер обозначил, на каких условиях Москва готова вернуться к совместным проектам. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в Болгарию. В частности, мы на 100% обеспечиваем болгарские потребности в природном газе. Объем ежегодных поставок составляет порядка 3 миллиардов кубических. Отмечу, что через территорию Болгарии проходят транзитные потоки российских углеводородов в другие страны Юго-Восточной Европы. Есть возможности развивать сотрудничество в этой важнейшей сфере, тем самым вносить ещё больший вклад в обеспечение европейской энергетической безопасности. Обстоятельно обсудили взаимодействие в атомной энергетике. Росатом продолжит поставки ядерного топлива для болгарской АЭС в Козлодую. Будет оказывать помощь в модернизации этой станции, в продлине срока эксплуатации её шестого энергоблока. Кроме того, российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС в Беллине. Разумеется, если болгарское руководство, если Болгария примет соответствующие решения. И само собой, разумеется, на рыночных основах. Апокалипсис сегодня. 11 человек, в том числе пятеро детей, пострадали от сильного ветра в Москве и регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщают экстренные службы. Стихия ударила по Ярославской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской областям, Мордовии и Татарстану. Более ста населённых пунктов остались без света. Ну и сейчас к фактам присоединяется ведущая рубрики «Погода». Мария Григорьева, Маш, приветствуем. Главный вопрос. Сколько ещё будет бушевать этот ветер и куда движется фронт? Здравствуйте. По Москве до конца дня возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Фронт смещается в Среднее Поволжье. Итак, из-за штормов в столице закрыты парки Горького и Сокольники. Не работает московский зоопарк. От ветра уже пострадали 6 человек, в том числе двое детей. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает департамент здравоохранения. Максимальный ветер в регионе ускорялся до 19 метров в секунду. Он валил деревья и срывал рекламные щиты. Также стихия осложнила тушение крупного пожара, который вспыхнул в промзоне на юго-востоке. А ещё до полудня шквал накрыл Иваново. Город словно оказался в эпицентре тропического урагана. По свидетельствам очевидцев, непогода бушевала не больше двух минут. Однако случился колоссальный ветровал. Искрыли провода. В самом Иванове задувало до 26 метров в секунду. А в Шуе вообще до 29 метров. 25 тысяч потребителей остались без света в Ивановской области. Но, пожалуй, самые страшные кадры приходили из Нижнего Новгорода, на который обрушилась натуральная песчаная буря. Видимость сокращалась до минимума. Ураган повредил кровлю на трёх башнях местного Кремля. Летали заборы. Штормовыми порывами в одном из дворов даже перевернула грузовую газель. В 63-х населённых пунктах области произошли отключения электроэнергии. За подлинность следующего видео мы поручиться не можем. Однако, если верить автору, в Казани сегодня раскрутился торнадо. Впрочем, и без смерчи столице Татарстана серьёзно досталось. Кровли со зданий слетали будто после взрыва, разрушения по всему городу. Шквалистый ветер отмечался в Чебоксарах, Саранске, районах Владимирской области, Костроме, Вологде и Ярославле. Непогода охватила почти всю центральную Россию, а также Верхнее Поволжье. Но самый сильный ветер до 30 метров в секунду бушевал сегодня в Нижегородской области, Чувашии, Мордовии и Татарстана. Почти что ураган 31 метр в секунду зафиксировала метеостанция в селе Порецкое к юго-западу от Чебоксар. Всё произошедшие катаклизмы связаны с холодным фронтом североатлантического циклона, который сейчас проходит через Волговятский регион. Посмотрите, к концу рабочего дня он добрался до Ульяновска. На слайде видны розоватые области. Это мощные грозовые тучи, вырастающие в результате столкновения контрастных по температуре воздушных масс. Именно под такими облаками ветер особенно усиливается. Взглянем теперь на нашу интерактивную карту. Центр ненастного вихря в настоящий момент находится над Пермью. Циклон очень мощный и смещается на восток не слишком быстро, со скоростью около 20 км в час. Вслед за ним вглубь русской равнины распространяется полярная стужа. Арктическому вторжению соответствует синий цвет. Ну а так ситуация будет выглядеть завтра. Циклон сместится в югру, при этом холодная воздушная масса пробьется уже в Среднее Поволжье и Придуралье. Там и стоит ожидать следующего удара стихии. На севере Пермского края осадки могут переходить в снег. По нашему прогнозу до 30 метров в секунду местами может задувать в Самарской области и Башкирии. До 20 метров в секунду будет ускоряться ветер в Среднем Поволжье и на Урале. Ну а порывы 15 метров в секунду прогнозируются в основном в Черноземье и Западной Сибири. В Москве уже завтра температура упадет на 7 градусов ниже нормы. Вы видите плюс 13. Такая погода больше характерна для начала мая. С наступлением календарного лета существенно теплее не станет. Показания термометров добавят только градус другой. Однако на выходных воздух станет лучше прогреваться. В субботу в городе около плюс 21. Ну а к воскресенью арктическое вторжение полностью сойдет на нет. Вот такие прогнозы, коллеги. Да, видео из Татарстана действительно впечатляет, как будто из какого-то фильма. Спасибо, Мария. Мария Григорьева. Мощные стихии и похолодания в европейской России. Ну а еще ураган пронесся и по Нижнему Новгороду. Причем стихия на время отступила, а затем разбушевалась заново. На связи из Нижнего Эля Юсипова. Сейчас она выходит на прямой эфир к нам. Эль, приветствую. Как сейчас обстановка в городе? Здравствуйте. Сейчас все нормализовалось, небо ясное. Но я отвечу, что последствиями урагана стали десятки поваленных деревьев, изуродованные автомобили, разрушенные крыши зданий. Страшными кадрами разбушевавшиеся стихии. Нижегородцы активно делятся в социальных сетях. Информация поступает из всех районов города. В частности, в Канавинском районе упавшие деревья повредили несколько припаркованных автомобилей. В дворе одного из домов сильный ветер перевернул лабо грузовую машину. Аналогичная ситуация в микрорайоне Мещерское озеро. Деревья с корнями вырвало прямо рядом со зданием школы. В Ленинском районе из-за сильного ветра на автомобиле приземлился мусорный бак. Несколько зеленых насаждений упали прямо на проезжую часть. Это проализовало автомобильное движение и движение городского транспорта. Известно, что также было нарушено движение трамваев. Из-за упавших на рельсы деревьев и оборванных проводов. Сильный ветер срывал также кровлю со здания. Так ураган оставил без крыши три башни Нижегородского Кремля. Информация о последствиях стихии поступает также из районов области. Садоводы жалуются на улетевшие теплицы. В данный момент известно, что 63 населенных пункта в семи районах области из-за урагана остались без электричества. Основная причина отключения – это короткое замыкание на линиях. Есть также информация о пострадавших. Так, по данным медицины, катастроф в Нижегородской области пострадали 25 человек, в том числе два ребенка. Известно о госпитализации пяти пострадавших. В данный момент свыше сотни специалистов ликвидируют последствия разбушевавшейся стихии. Да, Эль, спасибо об урагане, который пронесся по Нижнему Новгороду, рассказала наш коллега Эля Юсипова. Сейчас вернемся к одной из главных новостей последнего часа. Российский журналист Аркадий Бабченко оказывается жив. Его убийство инсценировали СБУ. Зачем? В истории с покушением на Бабченко в Киеве, очевидно, заложен пропагандистский эффект. Однако то, что он жив – это хорошая новость. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Фейсбуке. Еще что известно к этому часу. В СБУ заявили, что в Киеве задержан организатор покушения на журналиста. И сейчас его допрашивают. Вот кадры этого задержания на ваших экранах. Этот человек, что о нем известно? Гражданин Украины, якобы он предложил своему знакомому 30 тысяч долларов за убийство Бабченко. И вот как прокомментировал историю с ожившим, получается, журналистом генпрокурор Украины Юрий Луценко. Это неправда, что на Украине не раскрываются теракты. Правда в том, что правоохранительные службы, в первую очередь СБУ, совместно с Генпрокуратурой и другими подразделениями нацполиции, были раскрыты убийства Вороненкова. Покушение на Масичука было раскрыто и передано в суд убийство нашего журналиста Бузины. Сейчас у нас реклама, а через пару минут вернемся, расскажем об аннулированном сертификате саратовских авиалиний. Почему это ставит под угрозу работу местного аэропорта? Оставайтесь. Еще одна новость из Украины. Она начала взыскивать с Газпрома долг, присужденный нафтогазу в Стокгольме. Правда, решение суда еще не вступило в законную силу. Российская компания его обжаловала. Как такое стало возможным, спросим у Юлии Макаровой. Приветствуем ее прямо сейчас, Юля. И что это за меры? Здравствуйте. Не до конца пока понятно, поскольку сами компании весьма скупы в своих комментариях. И вот эксперты задаются вопросом, действительно, как такое возможно при поданной-то апелляции. Нафтогаз Украины начала взыскивать с Газпрома 2 миллиарда 600 миллиардов долларов. Эту сумму присудил выплатить российской компании стокгольмский арбитраж. Швейцарские приставы провели опись имущества в офисе оператора проекта «Северный поток» компании «Нордстрим». Все в рамках обеспечительных мер по исполнению этого судебного решения. В самой структуре это не комментируют. «Нордстрим» — это совместное предприятие Газпрома европейских компаний. Оно управляет «Северным потоком» — экспортным трубопроводом из России в Европу. А вот в компании «Нордстрим-2» — это оператор только строящегося «Северного потока-2» — сказали так. Получили предписание по замораживанию активов в исполнении требований о долгах против Газпрома. Далее комментировать не стали. Но подчеркнули, что на проект это никак не повлияет. «Нордстрим-2» полностью принадлежит «Газпрому». Устроит газопровод «Северный поток-2» — это еще две нитки мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года. Стокгольмский арбитраж рассматривал взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам о транзите и о прямых поставках топлива с 2014 года. В конце концов, инстанция обязала российскую компанию выплатить 2,5 миллиарда штрафа. «Газпром» подал апелляцию. И поскольку решение суда таким образом еще не вступило в законную силу, взыскивать что-то с «Газпрома» рано. Вот если его подтвердять, тогда компания все выплатит. «Газпром» зарезервировал необходимую сумму денег. Если будет понятно, что под удар подпадают какие-то активы, и с юридической точки зрения уже ничего сделать нельзя. «Газпром» просто выплатит Украине требуемую сумму. То есть для «Газпрома» это будет, конечно, неприятно. Но для компании, которая, скорее всего, в этом году получит чистую прибыль более 10 миллиардов долларов, потеря 2,5 миллиардов – это не такая большая история. Эксперты говорят, во всей этой истории для Киева не деньги главное. «Нафтогаз» ищет сейчас не деньги, не имущество «Газпрома». «Газпрома», точнее Украина, ведет активную войну с «Северным потоком-2». И именно этим объясняется попытка ареста именно имущества компании «Нордстрим-2 Эйджи». Потому что если бы «Нафтогаз» искал эти 2,6 миллиарда, то вообще-то надо было пытаться арестовать газ «Газпрома» в трубе или арестовать экспортную выручку «Газпрома». В российской компании заявили, что знают о начале процесса принудительного исполнения решения суда в Швейцарии, однако пока не получали официальных уведомлений. Если подтвердиться, что какие-то действия против «Северного потока-2» предприняты, то это будет удар не только по России, ведь на счетах компании сейчас лежат деньги европейских партнеров, да и затягивание строительства этого трубопроводу не на пользу ЕС. Эти неприятности будут бить в первую очередь не по России, а по Европе, потому что с Европейским Союзом, как известно, конкурируют Соединенные Штаты. Соединенные Штаты борются с «Нордстрим-2». В Европе, как известно, падает собственное производство газа, причем падает очень быстро. Кстати, специалисты напоминают, «Нафтогаз» тоже несколько раз проигрывал «Газпрому», он тоже подавал апелляцию и тоже не платил все это время, и на него никаких обеспечительных мер не накладывали. Да, Юль, спасибо. Юлия Макарова рассказала о попытках наложить обеспечительные меры на европейские активы «Газпрома». А сейчас давайте все-таки тоже вернемся к громкой новости часа. Российский журналист Аркадий Бабченко оказывается жив. Его убийство инсценировали СБУ. Президент Порошенко уже поздравил службу безопасности с удачной операцией по спасению жизни журналиста и поручил обеспечить ему и его семье круглосуточную охрану. В историю с покушением на Бабченко в Киеве, очевидно, заложен пропагандистский эффект, однако то, что он жив, хорошая новость, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова у себя на странице в Фейсбуке. В СБУ уже заявили, что в Киеве задержан организатор покушения на журналиста. Сейчас он дает показания, а в его квартире идут обыски. Этот человек гражданин Украины. Якобы он предложил своему знакомому, якобы профессиональному киллеру, вернувшемуся из зоны АТО, 30 тысяч долларов за убийство журналиста. В России достигнут исторически самый низкий уровень инфляции, сообщил Алексей Кудрин на международном форуме «Примаковские чтения». Интересно. Ну а участников интересовало мнение председателя счетной палаты о том, надо ли повышать пенсионный возраст. Я бы не считал, что нужно быстро, вот раньше уходить на пенсию. И больше того, Россия проходит ту же планку, как и другие страны, по увеличению здоровой жизни. То есть, допустим, среди тех показателей, которые учтены в указе, есть и такой показатель, как увеличение продолжительности здоровой жизни до 68 лет. При этом странно, что гражданин бы, или человек, уходил бы на пенсию в достаточно еще расцвете этих сил. Саратовские авиалинии прекращают свою деятельность. Уже с завтрашнего дня у компании будет аннулирован сертификат эксплуатанта. Они не смогут выполнять полеты. Решение было принято Росавиацией. Это вынужденная мера. По заявлениям регулятора, авиакомпания не отвечает требованиям по безопасности полетов и не способны выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров. Неясной остается судьба Саратовского аэропорта, который и принадлежал этому перевозчику. Ну а что же теперь ждет пассажиров, которые оказались в такой вот нелетной ситуации с билетами на руках? Давайте разбираться. Ну, во-первых, россияне, у которых на руках билеты с датой отправления до 13 июня, смогут все-таки вылететь из пункта А в пункт Б. Перевозкой займутся, как и бывает в подобных ситуациях, авиакомпании дублеры. Их 12. Например, Аэрофлот, Уральские авиалинии, ЮТР. И по данным Минтранса, за ближайшие две недели они смогут перевезти почти 9 тысяч человек. Ну а тех же россиян, у кого поездки позднее, 13 числа, Росавиация рекомендовала сдать авиабилеты, чтобы избежать, вот здесь процитирую, социальной напряженности. Сегодня Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанты у перевозчика. Минтранс России дал поручение Росавиации организовать работу штаба оперативного с целью недопущения сбоя перевозки пассажиров. На сегодняшнем заседании в Росавиации присутствовало 12 крупнейших перевозчиков, которые выразили готовность организовать соответствующую перевозку пассажиров и подхватить тех, кто запланировал свои вылеты саратовскими авиалиниями. Эту работу мы будем с авиакомпаниями проводить до 13 июня включительно. О работе оперативного центра и договоренностях с другими авиакомпаниями рассказали в Росавиации. Федеральном агентстве воздушного транспорта продолжает свою работу оперативный штаб. Сегодня на площадке Росавиации собрались перевозчики, которые будут выполнять перевозку пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии». В настоящий момент завершается процесс подписания соглашений между авиакомпаниями. И в последующем альтернативные авиаперевозчики будут осуществлять перевозку пассажиров «Саратовские авиалинии» в соответствии со своей маршрутной сетью. Ну и сейчас о том, как вообще развивалась эта история. Внеплановые проверки саратовских авиалиний начались после катастрофы, произошедшей 11 февраля. Самолет компании «Ан-148», следовавший по маршруту «Москва-Орск», разбился в Раменском районе Подмосковья. Погиб тогда 71 человек. Специалисты МАКа после расшифровки бортовых самописцев сделали вывод, что к крушению могли привести неверные данные о скорости полета, который получал экипаж. Искажение данных, вероятнее всего, случилось из-за обледенения датчиков. После того, как были обнародованы предварительные выводы МАКа, «Росавиация» обязала авиакомпанию приостановить полеты «Ан-148» и устранить ряд замечаний по безопасности полетов. 2 апреля руководитель «Росавиации» Александр Нерадько предложил гендиректору «Саратовских авиалиний» добровольно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта из-за, цитата, «безответственного отношения к безопасности полетов». Да, действительно, наверное, таких темных времен в истории «Саратовских авиалиний» еще не было. История их берет начало в 1931 году, когда в Саратове было создано отделение сельхозавиации. По результатам 2017 года «Саратовские авиалинии» перевезли почти 800 тысяч пассажиров. Это 19-е место среди российских компаний. Во флоте «Саратовских авиалиний» 11, самолетов еще 9 находятся на хранении. Средний возраст авиапарка 20 лет, три раза в 99-м, 2000-м и 2006-м годах «Саратовские авиалинии» становились победителем национальной премии «Крылья России». Ну и еще один камень преткновения в этой истории – это аэропорт «Центральный». Он у «Саратовских авиалиний» в собственности. И в апреле компания сообщала, что в случае остановки полетов работа аэропорта может оказаться нерентабельной. Его придется закрыть. В Минтрансе заявили, что это незаконно. А в Генпрокуратуре уже начали проверку. Так что же происходит в воздушной гавани? Сейчас узнаем у нашей коллеги Виты Лаховой. Она следит за ситуацией прямо на месте. Вита, приветствуем. Вот на сайте авиаперевозчика значится, с 1 июня аэропорт «Саратова» переходит на новый режим работы. Это вот так мягко там интерпретировали слово «закрыто». Нет, на самом деле аэропорт, конечно, закрыт не будет, хотя этого сегодня многие опасались. Но действительно работать круглосуточно, работать в том режиме, в котором аэропорт работал до сегодняшнего дня, теперь уже нелогично и нерентабельно. Потому что ни сегодня, ни завтра, ни в последующие дни действительно саратовские авиалинии не полетят. Однако аэропорт функционировать будет. Во-первых, есть рейсы аэрофлота, которые должны летать по расписанию. Вот сегодня два рейса на Москву благополучно покинули Саратов. Ну и далее, как вы уже сообщили, те пассажиры, которые покупали билеты саратовских авиалиний, будут иметь возможность улететь из Саратова другими авиакомпаниями. Единственный вопрос пока в том, как будет выглядеть расписание. Постепенно, с каждым днём, всё больше на табло саратовского аэропорта будет появляться новых рейсов. Новые авиакомпании будут заниматься перевозкой тех пассажиров, у которых до сегодняшнего дня на руках были билеты. И, как вы уже сказали, будет это до 13 июня. Наконец-то к вечеру стало известно, что делать пассажирам. Нужно действительно сдать билет, ждать компенсации. То есть деньги сразу не выдадут. Нужно будет купить новый билет на новый рейс уже другой авиакомпании. Ну и параллельно ждать возмещения убытков. Вот такая вот схема. Надо сказать, что пассажиров с билетами авиакомпании «Саратовские авиалинии» сегодня было в аэропорту очень много. Были те, кому вот прямо сегодня нужно было лететь. И были те, кто запланировал, например, отпуск на летние месяцы. Они рассказывали свои истории. Предлагаю послушать. Я покупала в марте билеты. Они были, естественно, дешевле. У меня до Москвы и Москва-Кишинёв. И обратные билеты точно такой же. Евро сейчас подорожало, и всё на свете, и сейчас нужно купить заново все билеты. А с этими что, непонятно. Хотя бы сказали, что вы покупаете заново билеты. Мы тогда бы купили их, и всё. А они говорят, мы решаем вопрос с перевозчиком. Кто-то вас ещё перевезёт. Не знаю. И мы не знаем, что нам делать. Не хочу я с внучкой ехать на поезде. Там жарко и вообще неудобно. И ехать три раза дольше. Лететь. Да генюш как билет? А вы когда должны были улететь? 9 июня. Ну, мы взяли заранее. Сноха взяла специально, чтобы девочка кончает школу. Мы улетаем туда на три месяца. У вас уже, наверное, там жильё? Да, конечно. Всё, там уже. Ну, вот можно надеяться, что ясность с тем, как полетят люди, по крайней мере, те, которые до 13-го числа собирались улетать, скоро всё-таки наступит. А вот с количеством пострадавших в этой истории пока не очень всё ясно. Сегодня в Минтрансе звучала цифра в 9 тысяч человек. Но, вероятнее всего, реальное количество потерпевших, если так можно выразиться, исчисляется десятками тысяч, потому что вот в этой сумме 9 тысяч не учтены те, у кого на руках оказались билеты, купленные внутри туристических пакетов. Вот сегодня мы узнали, например, о том, что несколько групп туристов пришлось перевозить ночью в аэропорт Самары, чтобы они могли вылететь на отдых в Турцию. Ну и всё-таки судьба аэропорта сейчас действительно на повестке дня. Что будет с ним дальше? Свою версию сегодня изложило руководство саратовских авиалиний. Предлагаю послушать. Аэропорт Саратов продолжит свою работу в полном объёме. Слоты всем компаниям, подавшим заявки, будут представлены в удобное для них время. Денежные средства пассажирам будут возвращены, установлены законодательством, сроки, в зависимости от формы приобретения билетов. И хочу добавить, что на сайте авиакомпании будет размещена информация, в каких офисах можно будет получить деньги за билеты. Да, спасибо. На связи с нами из Саратова была наша коллега Вита Лахова. Ну а мы продолжаем следить за тем информационным потоком, который вращается сейчас вокруг СБУ и вокруг пресс-конференции, на которой появился убиенный Аркадий Бабченко, жив и здоров. Вот в Союзе журналистов России назвали очень странным поведение своего коллеги Аркадия Бабченко, смерть которого инсценировала СБУ. Там отметили, что к вчерашней новости о его гибели отнеслись с большим сочувствием, сопереживали его семье и близким. Да, но то, что он сделал, очень похоже на попытку просто привлечь к себе внимание. По крайней мере, так считает глава секретариата Союза журналистов Денис Токарский. Сейчас у нас реклама, сразу после нее. Будет ли торговая война между Штатами и Китаем, или страны все-таки готовятся к переговорам? Оставайтесь. Штаты опять грозятся ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая. Это наша сегодняшняя цифра дня. К нам присоединяется Екатерина Колокольцева. Кать, приветствую. Но это, как говорят, снова здорово. Совсем недавно договорились вроде прекратить торговые споры. Чего Вашингтон опять-то хочет? Добрый вечер. Аналитики утверждают, что подобный шаг со стороны американцев в своего рода приглашение к переговорам. На пути китайского экспорта в Америку появится серьезный барьер. На сайте правительства США опубликован документ, анонсирующий введение 25-процентных пошлин на китайские товары. Подробный список будет опубликован 15 июня. Пошлины вводят, несмотря на достигнутые всего 10 дней назад договоренности. 20 мая Китай и США выпустили заявление о том, что готова сократить торговый дефицит между странами. Рынки восприняли это как сигнал о прекращении торговой войны. Теперь договоренности неактуальны. Каждый раз, когда дело доходит до международных отношений, страна внезапно передумывает и противоречит себе. Это еще один удар по их репутации. Соответствующее заявление Соединенных Штатов противоречит консенсусу, достигнутыми двумя странами в ходе недавних переговоров в Вашингтоне. Мы настоятельно призываем Америку сдержать свои обещания и пойти навстречу Китаю в духе совместного заявления. Если США будет настаивать на том, чтобы действовать безрассудно и произвольно, то Китаю придется принять решительные меры для защиты наших законных интересов. Многие эксперты считают, что поведение США – своеобразное приглашение к переговорам, и спор разрешится в ближайшие две недели. Подобное происходило не раз. Предварительно объем экспорта, который обложат дополнительными пошлинами, оценивают в 50 миллиардов долларов. Основа списка – продукция с высокой добавленной стоимостью высокотехнологичных отраслей производства. Американцы хотят очень многого от Китая, чтобы они сократили импорт в США, чтобы они увеличили экспорт американских товаров в Китай, чтобы Китай отказался от промышленного шпионажа, отказался от попыток принудительного трансфера технологий американских в Китай. Но мы видим, что этот список очень большой, и Китай не готов идти навстречу по всем пунктам. Пекин еще в прошлом месяце ответил на американский выпад и пообещал поднять с таможенной пошлины до 25% на 106 категорий товаров американского экспорта. Новые ставки предусмотрены для американских автомобилей, самолетов, химической и табачной продукции, а также некоторых сельскохозяйственных товаров. В Вашингтон тревожит статистика. За прошлый год дефицит внешнеторгового баланса США вырос более чем на 12%. 566 миллиардов долларов – это максимум с 2008 года. И больше половины этой суммы формируется за счет перевеса в двусторонней торговле китайских товаров над американскими. Экономическая война в долгосрочной перспективе невыгодна обеим сторонам. С практической точки зрения ликвидировать дефицит торгового баланса в 200 миллиардов в короткий срок – задача невыполнимая. Если торговый спор с Китаем наберет силу для США, это уже будет третий по счету крупный экономический конфликт. Как в случае с Россией и Европой, основной негативный эффект проявится на товарных рынках. Да, Катя, спасибо. Екатерина Колокольцева о продолжающемся экономическом противостоянии Штатов и Китая. Ну и сейчас возвращаемся к громкой новости сегодняшнего вечера. Аркадий Бабченко, российский журналист на Украине, оказался жив. Вообще-то думали, что убит. Не очень жив, а тут оказалось, что очень даже. Жив и слава богу. Сейчас на связи Николай Азаров, бывший премьер, министр Украины, а сейчас глава комитета спасения Украины. Николай Янович, здравствуйте. Приветствую вас. Как вы вообще все это прокомментируете? А можно я сначала, я здесь в интернете, но у нас народ богат на юмор, все-таки уже эту тему в шутку перевел. В том, что Бабченко не убили, СБУ обвинила российские спецслужбы. Как вам такая шутка, Николай Янович? Да, вы знаете что, тут можно и пошутить, а можно и погрустить. Мне, например, стыдно и больно, что у нас, вот та страна, моя страна, в которой работал премьер-министром, опустилась до проведения вот таких вот дешевых, тупых провокаций, которые показывают, какой уровень сегодняшнего руководства страны. Ведь утром сегодня человек, который называется премьер-министром, Гройсман, выставил социальным обвинением, да, он обвинил в этом убийстве российские спецслужбы. Еще не расследований, так скажем, не было, так выходит дело, мы подставили своего премьер-министра. Либо он не знал, либо он врал сомнательно. Я послушал брифинг, который давали, так называемый, я их не называю, так сказать, генеральным прокурором, я главой службы безопасности. И мне, и смешно, еще раз подчеркиваю, грустно слушать такие аргументы. Но если вы в течение месяца вели оперативно-розыскную работу, да, проводили следствия, устанавливали все, так что вы вышли на брифинг и ничего конкретного не сказали? Предъявите факты. Как только журналисты задавали вопросы по фактам, они сразу говорили, нет, это тайна следствия. Какого следствия? Вы что расследовали? Это же вы организовали все. Какое следствие? Какая тайна оперативно-розыскная работа? Скажите, пожалуйста. Вы вышли на брифинг, обвинили Россию, так докажите это. Поэтому, конечно, и грустно, и обидно за страну, прежде всего. Да, нестыковочки такие явные. Сообщают репортеры без границ, на них та ссылается организация. Репортеры без границ осудили инсценировку убийства журналиста Бабченко. Это сообщает также агентство АФП. А скажите, пожалуйста, о чем это вообще может свидетельствовать? С одной стороны, это шито белыми нитками, как Наталья совершенно справедливо сказала. С другой стороны, это может быть и какое-то желание журналиста как-то прославиться, а то о нем забыли. Раньше знаменитый был, а вот здесь не везло. Да нет, слушайте, это же надо найти такого, извините, мерзопакостного человека, который согласился бы играть такую гнусную роль. Вот это же, я с трудом себе представляю какого-то нормального человека, который в это согласился. Но дело вот в чем, вот обратите внимание, когда нужно было скомпрометировать Савченко, то действовали таким же образом, абсолютно таким же образом. Какие-то разговоры непонятные, какое-то оружие, какие-то планы. То есть это характерный низкопробный уровень, к большому сожалению, сегодняшнего руководства Украины. Да, так и хочется сказать, ребята, вы хоть тактику меняйте, а то все-таки все настолько очевидно, что действительно даже грустно. Потому что тактику не надо всегда ставить на их место. К сожалению, большому это уровень провинциальных, кто такой Грица, кто такой, так сказать, этот Уценко, чем он занимался в своей жизни. Да, Николай Янович, спасибо, что вышли с нами на связь. На прямой связи был с фактами Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины. Ну и такие вот факты у нас к этому часу. Будут еще, будем разбираться. Увидимся через полтора часа. Следите за новостями. Сейчас продолжит Антон Борисов.